Врачи болеют ковид, медперсонала не хватает, а те, кто остался в строю, падают от усталости. Такая информация появилась в социальных сетях. Об этом узнал глава Приангарья. Игорь Кобзев нанес визит в Ангарский перинатальный центр. Визит главы Приангарья остался за кадром. Игорь Кобзев приехал сюда ранним утром без предупреждения, чтобы увидеть объективную картину происходящего. Сейчас в городском перинатальном центре роженицы не только Ангарска, но и других уголков региона. С потоком пациентов персонал роддома справляется, поясняет заместитель главного врача Марины Родионова. Несмотря на то, что несколько работников находятся на амбулаторном лечении, часть из них действительно лечатся от коронавируса. И чтобы снизить нагрузку, несколько врачей это звали из отпуска и провели масштабную профилактику. Информируется о всех необходимых мероприятиях, которые должны пациенты предпринять в случае появления первых признаков этих симптомов у себя или у членов их семей. Помимо того, что в устной форме данные пациенты информируются, у нас разработаны памятки для пациентов, содержащих всю необходимую информацию. И продублирована данная информация на сайте учреждения. В изложенной информации убедился лично губернатор Иркутской области Кобзев Игорь Иванович, который посетил наше учреждение сегодня, 20 октября. По словам медперсонала, отделения роддома загружены только наполовину. Например, в палатах акушерского ухода на дородовой госпитализации из 10 коек заняты всего 4. А вот случаев заражения с пациентов коронавирусом, по словам специалистов, нет. Однако спецбокс для ковид-положительных все же развернут. Женщины рожают, как шутят врачи, несмотря ни на что. Только за минувшие сутки в местном роддоме появилось на свет 6 младенцев. По словам специалистов, это немного, да и в целом рождаемость снижается. С начала года в Ангарском центре родились 2500 малышей. У нас дата такая 20-10-2020, 10 на 0. С кем вас поздравить? С мамочком, да? Те дети, которые родились 25 лет назад, им сейчас, вот их количество абсолютное, просто очень маленькое. Соответственно, 2300-2500. Учитывая, что в эти 2500 всегда входило условие, которое к нам любит ездить. В Иркуте они приезжают. В жёстких условиях пандемии специалисты роддома работают с марта, когда в округе была зафиксирована ещё первая волна заболеваний. Сейчас запрещены посещения родственников и партнёрские роды. Ограничены и внутренние контакты. Сотрудникам нельзя перемещаться по отделениям центра. Соблюдается строгий масочный режим. А вот график работы женской консультации при роддоме, несмотря на рост коронавирусной инфекции, не изменился, принимает пациенток. В плановом порядке. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин, Олег Левченко. Местное время.